Дорогие коллеги, сегодня у нас предпраздничный последний в этом году наше заседание Общества офтальмологов Чувашского отделения Общества офтальмологов России. И у нас много миссий. Одна из миссий это поздравление, вручение призов, наград и отчет за этот год. И потом будет научная лекция, чтобы в Новый год мы выходили также с мыслями о том, что нам нужно совершенствовать офтальмологические знания и не забывать об этом. Начнем мы с приветственных слов. Я предоставляю слово нашему главному внештатному офтальмологу Дмитрию Геннадьевичу Харсютову. Сюда. Да. Трансляция идет отсюда, поэтому... Спасибо большое, уважаемая Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад всех приветствовать. Мы сегодня в таком гибридном формате. Онлайн у нас есть коллеги. Я знаю, что их довольно-таки много сегодня подключилось. И мы непосредственно здесь собрались, в нашем филиале Монтека-Чебоксарском. Коллеги, я очень рад, что наш год этот завершается на очень, я считаю, позитивной, хорошей ноте. Несмотря на какие-то наши внешнеполитические сегодняшние реалии, мы смогли добиться достижения тех поставленных перед собой целей и задач, которые, в принципе, планировали в конце прошлого года, в начале этого года. И цифры, которые сегодня по итогам этого года есть в наших учреждениях здравоохранения, оказывающих офтальмологическую помощь, они очень радуют. И мне кажется, значит, они будут выше и лучше, чем в прошлом году. Но все это на самом деле состоялось благодаря вам, вашей работе, вашим возможностям, вашим талантам, профессиональным победам и тому, как вы относитесь и доказываете это из года в год своим отношениям к нашим пациентам. Уважаемые коллеги, я искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом. Каждый год нам должен нести какие-то новые радости, новые чувства, должен давать нам повод для, возможно, какого-то размышления. Но мы на сегодняшний день стараемся совместно, командно идти к одной самой большой цели – это достижение новых высот в науке, в практике. Стараемся как можно большее количество наших пациентов сделать счастливыми, зрячими. Мы очень отрадны, что мы – республика, которая на самом деле выпускает ежегодно одно из самых больших по количеству выпускников именно офтальмологического профиля, наших ординаторов. И большое количество студентов наших идут обучаться сегодня в ординатору по офтальмологии, поскольку вот этот наш с вами запал. И возможность показать результаты своей работы, возможность заинтересовать своими знаниями, профессионализмом позволяет этот тренд поддерживать. Я думаю, что мы будем его еще в большей степени увеличивать. Я благодарен каждому из вас, я благодарен коллегам своим, республиканской офтальмологической больницы, коллегам Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Сегодня лучших мы наградим, отметим их заслуги. Я думаю, что за прошлый год и за этот выбраны очень достойные кандидаты для награждения. Будьте счастливы, в семьях на работе, чтобы у вас все получалось, а мы всегда рядом. Будем также, команда, работать дальше с наступающим Новым годом. И желаю всем сегодня интересного, хорошего общения на нашем обществе. Спасибо. Выходите, пожалуйста. Выходите. Ольга Федоровна, надо вот это закрыть, потому что здесь получается очень светло. Значит, дорогие коллеги, мы начнем с самого приятного, пока Дмитрий Геннадьевич с нами. Значит, мы хотим отметить наших лучших офтальмологов. Вы знаете, что по традиции каждый год мы выбираем коллегиально лучшего офтальмолога. И в прошлом году лучшим офтальмологом 2021 стала Надежда Юрьевна Горбунова. Надежда Юрьевна, вставайте, конечно. Надежда Юрьевна, она у нас человек, который, вы знаете, что больше всех уделяет внимание обществу офтальмологов. Она регулярно читает лекции, проводит семинары, старается для общества, мне кажется, больше, чем кто бы то ни было. И практически обучает врачей своим самым-самым сложным случаем с глоукомой. Поэтому, Надежда Юрьевна, мы вас очень ценим, любим. И вы у нас, конечно, лучший офтальмолог. От рук на першану, не в мои руки. Да, да, да. Спасибо огромное. Да, да. А в ней очень есть, и вот так давайте вместе. Я не знаю. Вот и две истории. Спасибо огромное. Среди офтальмологов наших, чувашских, в этом году лучшим офтальмологом 2022 стала Василия Ирина Вячеславовна. Значит, человек, которого знает каждый офтальмолог из публики, не побоюсь этого слова, она и большую организационно-методическую работу оказывает, она и очень много смотрит пациентов, консультирует. Она участвует активно в жизни нашей офтальмологии, поэтому поздравляем вас, и вы у нас самый достойный, самый лучший офтальмолог этого года. Спасибо. 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 Давайте. Отлично. Это должна быть последние оптальмологов, которые принимают участие во всех наших школах, во всех заседаниях общества офтальмологов. И, соответственно, мы таких людей тоже отмечаем. Вы знаете, что мы раньше покупали огромное количество книг, вручали их всегда на обществах. И так же самых лучших, пятерых мы выделяли. И им были выделены средства для того, чтобы они поехали на такие наши российские офтальмологические мероприятия. То есть выделяются деньги для посещения конференции. В топ этого года самых активных участников сейчас Ирина Николаевна найдет. В топ самых активных наших офтальмологов 2022 вошли наши офтальмологи 5 человек. Это Лепешкина Ирина Рудольфовна, доктор СРБ Алатарского района. Значит, она получает 10 тысяч рублей от имени нашего общества для того, чтобы съездить на мероприятие. Спасибо. Поздравляем. Максимова Людмила Владимировна, ГКБ номер один. Где у нас? Вот, представляете? Ирина Рудольфовна, примите за нее. Примите, пожалуйста, за меня. Да. Передал? Передадите поздравления. Обязательно. Да, конечно. И вы помните, да, о том, что не просто 10 тысяч, а обязательно еще и подотчет. Ирина Николаевна. Значит, вы можете эти деньги потратить либо на проезд, либо на гостиницу, на регистрацию, на конференции. Это на ваше усмотрение. Конанцева Наталья Викторовна. Тоже церковь Алатарского района. Алатарский район у нас самый активный. Молодцы. Поздравляем вас. Спасибо большое. Мы очень рады, что я в такой семье афтемиологической. Я счастлива. И я буду работать. Дальше продолжать. Спасибо. Дальше фотографию. Илларионова Наталья Владимировна. Городская детская больница. Как так? Тоже, наверное, на рабочем месте. Ладно, мы ей потом вручим попозже. И Никифорова Галина Николаевна. Городская клиническая больница. Городин. Поздравляем. Да, поздравляем вас большое. И по итогам 2021 года у нас, поскольку в прошлом году по ряду причин все эти общества проходили только в онлайн режиме, поэтому мы с опозданием всего лишь на год вручаем сертификаты Корейкиной Лидии Геннадьевне. Поздравляем. Поздравляем. Так что в следующий год обязательно на конференцию. Если очно, у меня лучше получается, чем заочно. Очно. Вставайте. Надо очно, потому что заочно все равно не получается. Объектива Валентина Васильевна. Тоже на рабочем месте. Лукина и Рейда Хритоновна. Будьте здоровы, что все получалось дальше так же, как сейчас. Проверяйте нас хорошо, но аккуратно. Не всегда хорошо проверяйте. Пойдемте сюда. Псюдкина, Валентина Васильевна. Ну и последнее. Псюдкина, Марина Сергеевна. Псюдкина. Так, ну на этом, значит, основная миссия по награждению офтальмологов закончилась. И я хотела бы, чтобы вы поприсутствовали также и поздравили Чебоксарский филиал с тем, что мы прошли сертификацию в менеджменте качества. Да, и я приглашаю Челебину Ольгу Петровну, которая немножко, наверное, нас похвалит или поругает. И скажет, достойно мы или нет. Получили сертификат. Уважаемые друзья, коллеги, спасибо большое, Дереза Санна, что пригласили на сегодняшнее ваше мероприятие. Очень приятно оказаться в кругу вашей семьи. И на самом деле у меня сегодня очень приятная миссия и в рамках подведения итогов работы ваших. Ну и в самом начале позвольте, Дереза Санна, выразить, или как это правильно сказать, объясниться в любви к вашему филиалу, к МНТК Микшурге Класса, и поблагодарить за ту работу, которую мы с вами провели. Я, если позволите, друзья, расскажу немножко о том, что было сделано. Дело в том, что Надежде Александровне было принято решение, чтобы Микшурге Глаза соответствовало требованиям международного стандарта и СОД-9001-2015 года версии. Вообще на сегодняшний день так уж сложилось, что это уже культура. Чтобы во всех медицинских организациях, как минимум, были внедрены требования данного стандарта. И понятно, что этот путь, он не быстрый. Мы с Надеждой Александровной и с командой МНТК с определенными сложностями на пути, с определенными радостями и горестями прошли его. Мы смогли, наверное, трансформировать наш коллектив, перестроить его несколько на иной лад в части ориентации на качество и безопасность оказывания медицинской помощи. И на сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что весь сестринский персонал, а сестринский персонал, понятно, это погода всей клиники, весь врачебный персонал полностью поддерживает те основы по качеству и безопасности медицинской деятельности, которые мы с вами внедрили и, в принципе, умеем теперь этим всем управлять. Качество и безопасность потрогать достаточно сложно. Пощупать, да, то есть о чем, да, качество и безопасность. Безопасность понятна, да, чтобы наши пациенты не получили дополнительных осложнений. Вроде бы все и так ясно. А что такое качество оказания медицинской помощи? Вот я считаю, что коллектив Микрергия Глаза стал на этот большой путь дальнейший, да, для того, чтобы это качество повышать, для того, чтобы каждый пациент, который приходит сюда, почувствовал это качество, увидел его и получил истинное удовольствие от пребывания здесь. Ушел от вас абсолютно счастливым, довольным, ну и, конечно же, с хорошими исходами. Надежда Асяновна, я знаю, что мы с вами неоднократно откладывали сам процесс сертификации. Мы долго готовились. Мы встречались по субботам с коллективом, обучались. Мы ездили на конференции, смотрели различный опыт. И в какой-то момент понимали, что, может быть, не сильно готовы к процессу сертификации. Мы откладывали его три раза. Но мы, наконец-то, сертифицировались. У нас была очень авторитетная комиссия с представителями Красновского института. Вот, поэтому, Надежда Асяновна, позвольте вас поздравить и вручить достойной сертификации ответствия вашей клинике применительно к осуществлению медицинской деятельности в области офтальмологии и проведения научных и клинических исследований разработок в области офтальмологии. Поздравляю вас, Надежда Асяновна. Надежда Асяновна в этом году поучаствовала во всероссийской конференции, которую проводит Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Росздравнадзором Российской Федерации, где участвуют все практически министры и руководители территориальных управлений Росздравнадзора, интерфонды обязательно. И Надежда Асяновна с успехом, блестящей выступила на этой конференции, с докладом о том, каким образом система качества безопасности медицинской деятельности будет непрерывно совершенствоваться в данной клинике. Я вас поздравляю, желаю вам всяческих в этом успехов. Спасибо большое. Я могу сказать о Лаверде, буквально одно слово, значит, о сертификации. На самом деле это действительно, казалось бы, Дмитрий Геннадьевич не даст соврать, когда появилась МНТК, сразу в нем был отдел лечебного контроля. Это была единственная медицинская организация, где, в принципе, с самого начала был заложен принцип контроля и, в общем-то, следили за качеством. Но вот тот процесс сертификации, который мы прошли вместе с эксперт-групп, он, конечно, значительно шире. Он включает не только качество оказания самой, вот там, операционный, скажем, результат интересует, а интересует абсолютно все. Интересует каждое подразделение, совершенствуется, наверное, отношение людей к тому, чем они занимаются. Поэтому, на самом деле, это полезно. Мы понимаем, что мы еще далеки от совершенства, и поэтому мы говорили, разве мы соответствуем уровню качества, о котором заявлено. Нас уверили, что соответствуем. Мы, конечно, этому очень рады, но мы понимаем, что это только первая ступень на самом, вот на этом пути. И я посмотрела на этой конференции, и хорошо, что я туда съездила для того, чтобы еще раз убедиться в том, что насколько это важно, насколько это вообще сейчас актуально, и насколько это вообще было полезно. И вот там, конечно, понимаешь, насколько это жизненно необходимо, и это не какая-то там теория, а именно вот практическая такая, практическая направленность. И было очень полезно посмотреть, послушать людей. Поэтому спасибо за то, что вы нас сподвигли к этому. И, с другой стороны, нас также сподвигло, наверное, то, что мы, являясь НМИЦом, это Национальный медицинский исследовательский центр, которым мы являемся, мы же ездим с такими контрольными выездами во все наши курируемые 8 регионов. И когда мы выезжали, скажем, в Татарстан, я вообще впервые услышала о том, что существует такая сертификация, что это такое вообще, с чем его едят. И я тогда подошла к Ирине Леонидовне, говорю, Ирина Леонидовна, почему у нас такого нет? Она мне говорит, а вот в прошлом году или там позапрошлом году я пыталась, но как-то, видимо, не совсем было понятно, с чем это вообще связано и для чего это нужно. А так, я знаю, что практически многие организации медицинские этим занимаются, и существуют разные уровни сертификации. Сам Росздравнадзор, я поняла, занимается сертификацией, это уже там еще более высокий уровень. Очень много полезного, поэтому спасибо. Спасибо, мы будем совершенствоваться, мы понимаем, что мы еще только на самом-самом начале пути. Да, коллеги, я, если позволите, еще раз поздравлю от наступающего Нового года, успехов вам в новом году и еще больших достижений. Ну и позвольте на это завершить наш визит. Успехов вам в сегодняшней работе, не останавливайтесь на достигнутом университетных командах фальмологов. У вас действительно очень хорошая дорога для людей, и много интересного на них. И мы очень рады за эту атмосферу, которую вам дало сегодня. Спасибо. Так, дорогие коллеги, давайте теперь приступим к нашему отчету. Нет у нас мыши, еще что-то там есть. Так, дорогие коллеги, тогда позвольте мне начать. Начнем мы с того, что посчитаем, какое количество мероприятий мы с вами провели за год. Это было 19 мероприятий. Одна наша большая юбилейная конференция, которую, я думаю, что вы все посетили. Да ведь? Есть, которые не посетили? Слава Богу, что нет. Школа поликлинического врача, заседание нашего общества. Конечно, 2020-2021 год нас немножко выбили из колеи, и, к сожалению, мы не имели возможности проводить очные мероприятия. И, конечно, не хватает личного общения, да, ведь и восприятие совсем другое. И когда слушаешь онлайн, включил вроде и пошел там котлеты жарить. Вот, поэтому все-таки это не то. Хорошо, что мы теперь с вами опять в очном режиме, вместе. Вот, и я просто напомню обо всех мероприятиях, которые были непосредственно в этом году. Ну, вот наше юбилейное мероприятие, которое состоялось 25-26 августа, оно содержало 25 докладов от нашего филиала, и также было 18 докладчиков из других регионов России. Мы провели обучающий семинар по воспалению глаза, обучающий семинар по очковой и контактной коррекции, и сама конференция, если вы помните, состояла из двух частей. Это было «Колесо обозрения», когда мы рассказали обо всех достижениях за 35 лет, и вторая часть – это были поединки, когда выступали наши ведущие офтальмологи и говорили об одной и той же проблеме с разных двух сторон. И этим, я думаю, привлекли больше внимания, и было гораздо интереснее их слушать. Все у нас это проходило в мероприятии, если вы помните, в филармонии. Всего… Значит, да, я поняла. Мы… Вот эта вот штука мешает сверху, ее убрать нельзя? Нельзя, ну ладно. Значит, следующим мероприятием, которое прошло у нас в Чувашии, это 10-11 июня прошел юбилейный 10-й региональный семинар «Практические аспекты современной витуретинальной хирургии», который когда-то 10 лет назад впервые провел Дмитрий Геннадьевич. И этот семинар пользуется большим успехом у нас в России. Приезжают многие хирурги для того, чтобы посмотреть, пообщаться в такой непринужденной обстановке, посмотреть, как оперируют ведущие хирурги. Ну и также мы провели заседания общества, которые были посвящены близорукости у детей и подростков, заболеваниям роговицы, кератитом, перефракционно-лазерной хирургии, лечению глоукомы, эстетической офтальмохирургии, диагностике и лечению глоукомы, офтальмоонкологии, опять глоукома. И, значит, сегодняшнее наше заседание, которое посвящено нейропротекции. Прошли школы поликлинического врача. Они были посвящены послеоперационному воспалению, также глоукоме, красному глазу, острым нарушением кровообращения в ретинальных сосудах, воспалительным заболеванием в виде иридоциклитов, косоглазию, диабету, макулярной дегенерации и контактной и очковой коррекции. Еще раз хочу напомнить о том, что, конечно, многие наши офтальмологи принимают активное участие в проведении всех мероприятий. И мы выделили пять самых активных, которые приняли не один раз участие в подготовке и проведении школ и обществ. Это Горбунова Надежда Юрьевна, которая подготовила одну школу и участвовала в трех школах общества офтальмологов. Это Воскресенская Анна Александровна, которая провела три школы. Это Ситка Марина Михайловна, за ней одна школа и одно общество. Это Садыкова Римма Рафиковна, которая принимала участие в проведении двух обществ. И Карлова Елена Владимировна из Самары, которая также участвовала в наших двух обществах. Ну и также хочу напомнить и обратить ваше внимание на то, что многие наши доктора принимали участие в проведении всех этих мероприятий. Это Фролочев, Синицын, Потеева, Пикусова, Терентьева. Шленская, Борисова, Васильева. Ну и внешние участники это Карепанова, Ольга Александровна, это Ижевск, это Труфанов, Санкт-Петербург, Татьяна Юрьевна Николаева, РКОП, Гайнудинова, Казань и Анисимова, профессора Светлана Юрьевна и Сергей Игоревич с Москвы, с частной клиники Восток Прозрения. Ну и пока я на этом слайде, я бы хотела Дмитрию Геннадьевичу, Ирине Вячеславовне обратиться с просьбой, наверное, чтобы ваши доктора тоже принимали активное участие и предлагали свои темы, потому что каждый раз, может быть, нашим офтальмологам уже и надоело нас слушать, врачей, МНТК, наверное, они хотят слышать и ваше мнение тоже, потому что у вас есть те вещи, которыми мы, например, меньше занимаемся, это травма глаза, это какие-то воспалительные, острые состояния, это оказание первой медицинской помощи, это то, на что хотелось бы обратить внимание и попросить вас подготовить и провести школы поликлинического врача и общество. Вы просто нам скажите темы, скажите, значит, кто это будет читать, и мы обязательно включим вас в программу. Общее количество участников, вы видите, что в школах 799, в обществах 905, и общее количество 1704. Это вот те люди, которых мы с вами сейчас только что наградили сертификатами. Это Лепешкина, Ирина Рудольфовна, Максимова Людмила Владимировна, Конанцева Наталья Викторовна, Иларионова Наталья Владимировна и Никифорова Галина Николаевна. Это те люди, которые приняли участие в наибольшем количестве мероприятий, которые мы нынче организовали. У вас, у каждого есть возможность точно так же поучаствовать во всех мероприятиях наших, получить 10 тысяч рублей на то, чтобы поехать и очно поучаствовать в какой-либо конференции. Как правильно уже заметили, конечно, очное участие, вот там есть местечки, можно пройти, присесть. Очное участие, оно, конечно, ничто не заменит. Вот это вот заочное. Вы можете непосредственно задать вопросы там, даже если не лектору, то хотя бы соседу, который с вами сидит и слушает. И это всегда гораздо более интересно и живо проходит для восприятия, чем если вы просто смотрите это онлайн. Ну и в связи с тем, что нас не все наши коллеги видят, сколько нас сейчас, у нас на самом деле полный зал сидит. Осталось там буквально 2-3 свободных места. Мы перешли на гибридный формат и когда мы проводим школы или общество, мы всегда проводим это в гибридном формате, то есть вы можете и прийти сюда, послушать, вы также можете принять участие заочно, подключиться и мы всегда кидаем ссылку в чат нашего общества. Поэтому, пожалуйста, если кому-то хочется непосредственно посидеть и послушать, мы будем только рады. Всегда гораздо приятнее лектору не просто там вот перед экраном читать лекцию, а непосредственно тому, кто сидит в зале и чьи живые глаза можно наблюдать и понять, интересно я рассказываю или может быть не очень. На 23-й год хочу сказать, что запланировано несколько обществ, несколько обучающих циклов и вот сейчас мы пока примерно вам все это покажем. Здесь, конечно, представлены только наши курсы, но, Дмитрий Геннадьевич, там, наверное, только вот этот ваш семинар большой, да, или какие-то вы дополнительные курсы еще проводите? У нас может быть лицензия. А, ну, лицензия на образовательную деятельность, да. Проводим только рамках, да. Понятно. Ну, тогда вот понятно. Значит, смотрите, мы проводим Витлабы. Большой популярностью у нас в России пользуются наши Витлабы по виду ретинальной хирургии, в частности, то есть по два курса для начинающих и по два курса для продвинутых у нас проходит ежегодно. У нас проходит ежегодно в апреле совместно с Игорем Юрьевичем Мазуниным совместный авторский курс по лазерной микрохирургии глаза, который тоже пользуется уже вот мы, по-моему, десятый провели, да. В этом году будет одиннадцатый, вернее, в следующем году будет одиннадцатый. И это тоже курс, который всегда пользуется большой популярностью у нас в стране, потому что есть возможность обучать и в том числе на глазах, на свиных. Вот. И даже вслед за нами, посетив наши курсы и посмотрев, как мы все это делаем, я знаю уже три таких места, где посоветовавшись и посмотрев, организовали ровно такие же курсы. Вот. Но поскольку мы родоначальники, я думаю, что у нас это проходит с большим успехом. Поэтому призываю вас всех. Это очень интересный, полезный курс. Также у нас идут курсы актуальные вопросы офтермологии. Вы знаете, что эти курсы оставили 144 часа. Они проходят в очно-заочном формате, то есть проходят семинары в таком... Ну, это фактически очный, то есть с вами разговаривает преподаватель, который находится дистанционно. Если у вас есть желание часть этого курса пройти непосредственно у нас, побыть в каком-то отделении, там на приеме посидеть, это тоже возможно. То есть это вот такой гибридный формат, который вы можете у нас посещать. Новые технологии в диагностике и лечении офтальмопатологии, это такие вот курсы новые и востребованные тоже. Они 72 часа, двухнедельные курсы для того, чтобы заработать баллы НМО. Ну, традиционно мы трехдневные курсы проводим по иридохрустолюковой диафрагме для хирургов, которые также к нам приезжают обучаться. И проходит мастер-класс современные аспекты интервентриального ведения лекарственных препаратов. Я не знаю, кто-то из вас был? Вот этот курс у нас пользуется очень большой популярностью. Приезжает вся Россия. И также нас попросили такой курс организовать в Казани. Недавно такой курс был организован и наша. Анна Александровна Воскресенская выезжала туда, потому что на самом деле очень много нюансов. Все мы назначаем эти уколчики, но даже специалисты не все понимают, нужно ли продолжать уколы, остановиться ли, когда остановиться. То есть очень много нюансов. Вы знаете, что сейчас возрастная макологистрофия это такой диагноз общий, который подразумевает первый тип, второй тип, третий тип, с каждым годом наверное все больше и больше нюансов будет появляться, поэтому в этом нужно хотя бы немножко разбираться. Может быть не так хорошо, как вам Александра, но тем не менее. Ну и вот мы обозначили пока июнь, мы пока не знаем даты, но будет 11-й межрегиональный семинар, который проводится в нашей республиканской клинической офтальмологической больнице, практически аспекты современной витурецинальной хирургии. Дмитрий Геннадьевич нам потом попозже скажет, когда это будет, чтобы мы включили это тоже в план. И, соответственно, 4 августа будет проходить наша традиционная ежегодная конференция актуальные вопросы офтальмологии. Это конференция, которую мы проводим в честь дня рождения Святослава Николаевича Федорова. И в этом году, в следующем году она будет проходить опять в Сеспеле, как в позапрошлом году вы помните, вернее, как в прошлом году. Вот. Ну и также запланированное общество, запланированы школы. Вот я призываю в том числе вас посмотреть вот на эти темы и, может быть, в какие-то темы вы выберете, куда подходят ваши доклады и мы в эти темы тогда просто в программу вас будем включать. Хорошо? Вы все получите календари. Когда? Через неделю. Вот эти наши традиционные домики, где с одной стороны календарь, с другой стороны все наши мероприятия будут готовы через неделю. Ольги Федоровны? Она клянется. Еще надо фионерский галстук и вот так. Ну и еще раз хочу просто поздравить и сказать о том, что мы с вами сейчас наградили наших лучших офтальмологов прошлого года и этого года. Это Горбунова Надежда Юрьевна, заслуженный врач Чувашской Республики, кандидат медицинских наук, заведующая нашим отделением Глоукомы. Человек, который имеет более 70 научных публикаций, из них 17 в Ваковских журналах. Есть у нее и зарубежные публикации, есть практические руководства, есть патенты на изобретение. Вот. И Надежда Юрьевна очень много оперирует, вы это, наверное, знаете. Она в Глоукоме, наверное, лучше, чем она никто не разбирается. В Глоукоме так же, как в МД, я думаю, даже больше, чем в МД или так же. Не будем спорить. Нюансов миллион и, конечно, каждый вид Глоукомы также имеет свои особенности и поэтому Надежда Юрьевна это тот человек, к которому можно всегда обратиться, она подскажет, поможет. И, конечно, мы с вами не можем знать так много и в МД, и в Глоукоме, и там каких-то других сложных заболеваниях про катаракту я не говорю. Но Надежда Юрьевна это тот человек, который нас всегда выручит и подскажет, как поступить правильно. Она сделала 14,5 тысяч операций, может быть, и больше, но мы сколько насчитали. И в этом году, я думаю, что вот это не последние данные, что-то к тысяче она придет. Ирина Вячеславовна, это тоже еще одна наша звезда, является заведующей поликлиникой. Была, да, правда, неправильно написано. Она заместитель главного врача, думаю, может быть, она совмещает и то, и другое. Безобразие. Написано, вы не совмещаете это? Ну, а у нас вы совмещаете. Значит, ну, да, мы знаем, конечно, что вы заместитель главного врача по медицинской части. Ирина Вячеславовна является ассистентом курса офтальмологии, она занимается с ординаторами, стаж работы 25 лет, работает со всеми офтальмологами всей нашей республики, каждого знает в лицо и поименно, участвует, принимает большое участие, курирует работу кабинетов охраны зрения детей в медицинских организациях, курирует проект здоровое зрение, ведет активную профилактическую работу, постоянно выступает, занимается профилактикой. Вот, поэтому, конечно, мы тоже любим и ценим Ирину Вячеславовну и она награждена почетной грамотой Минздрава и имеет благодарность Минздрава. Вот, и тоже мы ее поздравляем с тем, что она у нас стала лучшим офтальмологом этого года. Вот, и теперь самое интересное, я думаю, Ирина Николаевна, прошу вас на трибуну. Наш казначей нашего общества сейчас вам отчитается за каждую копеечку, расскажет, куда были потрачены эти деньги, помимо тех 10 тысяч, которые мы даем нашим мастер-мологам на поездки. Но взносов за 21-й год было собрано на общую сумму 27 600 рублей, всего сдали у нас 92 человека. К сожалению, из-за того, что не было у нас очных встреч, на 100% у нас сдали только сотрудники филиала и Республиканской офтальмологической больницы. Но я думаю, Республика тоже подтянется сегодня. А те, кто здесь, наверное, уже вам все сдали? Елена Анатольевна принимает, да, никого не пропускает. Хорошо. Вот. Было на конец 21-го года у нас в кассе 88 тысяч рублей. Вот. Расходов у нас не было никаких. Мы только уплатили в общество офтальмологов России 30% от собранной суммы. Это за 20-й, за 21-й год и за ковида. Только в этом в 21-м году удалось перечислить деньги 9 тысяч. Итого у нас на конец 21-го года в кассе было 107 тысяч 276 рублей. За 22-й год также у нас активно сдавали наши сотрудники и сотрудники республиканской офтальмологической больницы. Республика тоже подтягивается. Итого на сегодняшний момент у нас находится в кассе 130 тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей. Как раз мы эту сумму можем потратить на наших номинантов. Всего у нас 12 человек, которые получат по 10 тысяч рублей, они могут ко мне обратиться. Номер телефона в принципе можете записать, кто не знает. Я продиктую. Да, ко мне подойдите, я вам обязательно дам. Вам надо определиться с той поездкой, куда вы поедете, на какую конференцию, и когда уже определитесь датой, где будете участвовать, надо будет со мной созвониться, подойти, и естественно я вам эту сумму предоставлю. На будущих номинантов я думаю мы накопим потихонечку, соберем. Следующий слайд тоже мой. Да, вот у нас в 19-м году были номинанты, это Филиппова Оксана Вячеславовна, Михаила Светлана Николаевна, Польская Елена Валентиновна, Любимова Оксана Геннадьевна, Смолина Мария Аркадьевна, Иванова Елена Петровна и Николаева Галина Васильевна. Все они, кто обучился на наших циклах тематического усовершенствования, два человека, Иванова Елена Петровна и Николаева Галина Васильевна, остальные офтальмологи у нас съездили на ту или иную практическую конференцию. Им тоже было выделено по 10 тысяч рублей, так что они в принципе воспользовались этой привилегией и я думаю они получили колоссальные впечатления, которые ну и вспоминания, я думаю, они в принципе очень довольны, я думаю, не разочарованы во всяком случае, судя по отзывам, когда они ко мне приходили и сказали, что они благодарны обществу офтальмологов и поэтому мы решили продолжить это мероприятие, решили не покупать книги, а также номинировать наших призеров именно поездкой на конференции. В 20-м году этим правом удостоились Каекина Лидия Геннадьевна, Сюткина Валентина Васильевна, Турова Марина Сергеевна, Бехтеева Валентина Васильевна и Лукина Ирайда Харитонна. В 23-м году Лепешкина Ирина Рудольфовна, Максимова Людмила Владимировна, Конуцева Наталья Викторовна и Ларионова Наталья Владимировна вместе с Никифоровной Галиной Николаевной тоже, я думаю, посетят какую-нибудь конференцию или обучатся на цикле. Вот. Счастья наступающим в Новом Году. Всего самого и лучшего. Деньги, конечно, это не все. Там, надеюсь, мы не наркантильные, но, как говорится, за то, что мы обучились, приятно получить поощрение. Все-таки мы вас ценим за ваше активное участие, надеемся на наше дальнейшее взаимосотрудничество. Новых впечатлений в Новом Году. Ну, на этом позвольте отчет закончить. Я также хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом, пожелать здоровья, благополучия в ваших семьях, пожелать нам всем мирного неба над головой, пожелать удачи, чтобы все у нас, все наши мечты сбывались, чтобы наши родные и близкие были здоровы и счастливы. с наступающим Новым Годом вас. АПЛОДИСМЕНТЫ В этом году мы завершили оснащение наших кабинетов первичных аппаратным комплексом для проведения лечения профилактического во всех райцентрах нашей республики. То есть, сегодня мы, в принципе, можем говорить о том, что проект завершен в части оснащения, он не завершен в части реализации, а завершен в части возможности проведения всех мероприятий каждой неполучительного слова нашей ЦРБ республики. Сегодня таких кабинетов у нас с городскими уже 27. Это город Чебоксар, но Чебоксарск и наши 20 получается районов республики. И в этом году мы получили 17 миллионов на реализацию данного проекта. Я думаю, что эта коллаборация и вся возможность совмещать все современные подходы, включая раннюю диагностику. Многие кабинеты сегодня оснащены аппаратурой для выявления близорукости на ранних этапах. Практически везде есть рефрактометры. Это возможность проведения аппаратного лечения. Мы понимаем, что это не панацея. Это очень хорошо работает на ранних стадиях, при спазме аккомодации, при своевременном выявлении. Современные тренды ортокератологии и сегодня есть возможность и в Чебоксарском филиале Монтека и в Республиканской офтальной больнице мы эту технологию с этого года активно развиваем. Мы прошли серьезное обучение. Я думаю, что возможность сегодня будет весь комплекс медицинской помощи в первую очередь профилактической и лечебной нашим юным, так сказать, безоруким детям оказывать. Поэтому я надеюсь, что вы к этой работе все подключитесь и, соответственно, чем мы можем вам помогать на начальных этапах и на этапах уже реализации, мы будем этим обязательно заниматься. Вы знаете своих кураторов. Ирина Вячеславовна эту работу курирует непосредственно в части составления планов. Я думаю, что, Надежда, ваши детские специалисты и возможности тоже мы будем использовать для реализации данного проекта, будем просить вас об этом. И очень хочу, чтобы мы, как Чувашская республика, по крайней мере, постарались свою работу в итоге показать на федеральном уровне. И наш проект сегодня уже замечен, он отмечен. В некоторых регионах уже внедряется по нашему сценарию. Поэтому я думаю, что мы эту работу обязательно будем продолжать. Спасибо вам большое за эту работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Как говорится, год начинаем, заканчиваем опять глоукомой. И хотя в моем сегодняшнем докладе будут звучать многие очень хорошо знакомые вам вещи, но глоукома как раз та болезнь, которая требует, наверное, повторений, как говорится, повторений, мать учения. Ничего не бывает лишним. И как показывает практика, несмотря на то, что мы говорим, 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 но тем не менее проблемы диагностики лечения глоукомы не остаются. Зрительный анализатор это достаточно такая сложно устроенная система, которая, это не только вот глаз, как вчера прозвучало, где-то позавчера, что это два отростка головного мозга вынесенные на перья. В общем, это не так. Глоукома затрагивает все отделы зрительного тракта. И, в общем-то, конечно, подход к реабилитации больной глоукомы должен быть системным. И, в частности, то, о чем мы всегда говорили, это нормализация, стабилизация внутриглазного давления. Это один самый начальный, основной, но не решающий все-таки фактор. Без дальнейшей реабилитации наших больных, без восстановления прозрачности оптических сред глаза, без нейропротекторных мероприятий мы не можем говорить о том, что мы полностью реабилитировали наших больных и вернули им хотя бы частичная возможность жить, оставаться, работать в социуме, так как они в общем-то этого заслуживают. Почему говорю, что повторение мать учения? Несмотря на то, что мы многократно говорили, этот слайд вам всем очень хорошо знаком, огромная часть, большинство наших пациентов, которые лечатся по поводу глоукомы у нас, это пациенты с развитой далеко зашедшей стадиями глоукомы. Это огромный минус в нашей работе, потому что это пациенты, которые приходят к нам залечены, пациенты, которые приходят к нам после многолетнего использования каких-то препаратов, и то лечение, та хирургия, которую мы им можем предложить, она уже не оказывает того действия. Многоцентровыми исследованиями доказано, что хирургия, любая лазерная, будь то, будь то проникающая, не проникающая хирургия, неважно, она эффективна только в начальных, непродвинутых стадиях глоукомы, поэтому призываю наверное вот к тому, чтобы все-таки направлять этих пациентов пораньше на лечение лазерное, или уж там какое, они уже выберут. А уже в зависимости от того, насколько нам удастся это давление компенсировать, там уже, конечно, возникают другие проблемы. Это проблема хирургии катаракты, пациенты, которые имеют глоукомы, очень часто имеют и катаракту, практически эти две патологии, они всегда идут рядышком, и в настоящее время идет тенденция к омоложению в общем-то всех заболеваний катаракты в частности. Есть некоторые формы глоукомы, которые требуют хирургии именно на стадии вообще каких-то может быть первичных изменений. Мы иногда удаляем хрусталик даже прозрачных, в тех случаях, где это является основным патологическим моментом для развития закрытой глоукомы. Но и тут возникает вопрос и вполне оправданный, а наши больные сейчас, это же грамотный народ, они все спрашивают, какой хрусталик вы нам поставите, буду я читать про это, не буду читать. И конечно коррекция пресс-биопия у пациентов с артефаке это тоже очень важный актуальный вопрос, который встает в общем перед хирургами, когда выбирается тактика лечения именно хирургии хрусталика у этих пациентов. И в общем-то наши пациенты они имеют те же ожидания. Пациенты молодые, у нас есть смартфоны, гаджеты, у нас есть компьютер, и желание пациента хорошо видеть и так, и так, в общем-то это же оправданно, многие имеют достаточно социально активный образ жизни ведут. И в общем-то говорить им, что вы будете ходить в очках все равно, мы в общем-то уже, наверное, не всегда имеем право, мы должны предоставлять им выбор. И вот в настоящее время наиболее распространенным способом коррекции вот артефактической пресс-биопии является имплантация мультифокальных линз, то есть линз, у которых есть несколько фокусов. Но все дело в том, что либо мультифокальные линзы, прошу прощения, либо мультифокальные линзы, либо линзы с увеличенной глубиной фокуса, так называемые. Ну и после имплантации этих линз, конечно, у большинства пациентов отсутствует необходимость дополнительной очковой коррекции. Момент очень важный, но при выборе при выборе вида интерокулярной коррекции у таких больных, конечно, учитывается очень много моментов. Имплантация мультифокальных линз дело, требующее очень серьезного подхода. Почему? Потому что мы должны обращать внимание на очень многие моменты. Это и психологический статус пациента, это и состояние глазного, сетчатки, глаза вообще. Это, конечно, его ожидание от того, что он получает. И поэтому, конечно, вид интерокулярной коррекции у этих больных, он должен многократно продуматься и самим пациентам, и докторам, которые предлагают ему такую коррекцию. На сегодняшний день существует несколько видов мультифокальных интерокулярных линз. Они могут быть рефракционными, дифракционными, либо смешанными. Если говорить о рефракционных линзах, это те линзы, которые на своей поверхности имеют вот эти дифракционные решетки. Вы видели, наверное, уже знаете, где на поверхности хрусталика искусственно имеется несколько кинстерических колец. Эти линзы, они обеспечивают достаточно адекватное зрение на среднем, на дальнем расстоянии. Но проблемы всех вот таких линз, они имеют зависимость от величины зрачка, потому что зрение хорошее вблизи и вдали обеспечиваются разной зоной хрусталики. И если это зрачок узкий, если это миоз, то другие зоны могут не работать. И из-за наличия вот этой дифракционной решетки на поверхности, конечно, эти линзы, они имеют огромное количество побочных световых рефлексов типа галла, глэр, которые, конечно, мешают этим пациентам. И уже доказано, что даже в нормальных глазах с нормальной сетчаткой наблюдается некоторая потеря контрастной чувствительности, потеря светочувствительности после имплантации таких линз. Дифракционные линзы, я уж не буду объяснять все нюансы, запомните только, что и дифракционные линзы, тоже они обладают вот такими же эффектами глэр и галла, но в меньшей степени тоже влияет на них размер зрачка, хотя и в меньшей степени. Но опять же у них большие побочные эффекты в виде эффектов глэр и галла засветов этих, которые беспокоят очень многих пациентов после имплантации подобного вида линз. Понятно, что, конечно, прежде чем имплантировать такую линзу, мы должны провести четкую беседу с пациентом, знать, что он ожидает, понятно, что следует избегать людей, которые ожидают нереального, никогда не будет так, как мама родила, что называется, никогда не вернешь то, что было. и поэтому, конечно, личность пациента имеет огромную роль в выборе пациента для имплантации как раз такого вида линзы. Нероадаптация это еще отдельный момент. Что вообще такое мультифокальная линза с дифракционной решеткой? То есть, он получает изображение на сетчатке от разных участков интерокулярной линзы. То есть, получается, что человек видит несколько изображений. И процесс слияния вот этих нескольких изображений в одно это процесс нейроадаптации, который может оказаться очень чувствительным моментом для таких пациентов. И он может привести к тому, что у нас есть пациенты, которые говорят удалите мне эту линзу. Невозможно с ней ходить, они не могут к этому привыкнуть. Такие пациенты есть. И поэтому говорить о том, что у вас быстро все пройдет, если вы видите таких пациентов у себя на приеме, конечно, беседовать с ними нужно в том ключе, что это будет меньше, меньше и меньше и меньше у некоторых до года. Такие вещи происходят, но все же какая-то нейроадаптация, она все равно произойдет. Нейроадаптация лучше протекает у молодых людей, у людей более пожилого возраста вот этот процесс, он как-то все-таки затормаживается и в какой-то степени может вообще свести на нет все прелести вообще вот этой интерокулярной линзы. У меня есть пара пациентов, которым такая линза была поставлена, люди с высоким интеллектуальным уровнем, стоматологи, великолепно видят сразу, им очень нравится, им работать вблизи с этой линзой очень хорошо, им не важно, что по вечерам, когда зрачок расширяется, они видят эти засветы, за рулем что-то, они к этому привыкли, они это ждали, это ожидаемый эффект для них и он их не беспокоит. А есть люди, которые к этому привыкнуть, конечно, не могут. И, в общем-то, важен, конечно, индивидуальный подход в каждом конкретном случае, поэтому, в общем-то, на нюансах этих мы немножечко с вами остановимся. По мнению ряда авторов, глоукома вообще на любой стадии является абсолютным противопоказанием для имплантации подобного вида линз. Если вспомнить начало вообще моей хирургической деятельности, когда я начинала, имплантация любой интерокулярной линзы не была показана при глоукоме. То есть, вообще, это была глоукома любой стадии. Просто диагноз глоукома, он являлся противопоказанием для имплантации обычной линзы интерокулярной. Поэтому мы сейчас ушли очень далеко и я думаю, что сейчас тоже большинство хирургов будет, в общем-то, менять свое мнение на другое, тем более, что появляются, видите, новые модели, новый дизайн интерокулярных линз для коррекции пресбиописи. И обращаем внимание вот на эти нюансы, которые три основных пункта, которые, конечно, очень важны у наших пациентов. контрастная чувствительность это та особенность человеческого зрения различать объекты, которые мало отличаются друг от друга по контрасту, от фона. И, в общем-то, вот эта контрастная чувствительность, она и так значительно снижается у пациентов с глоукомой. На графике справа мы видим, насколько снижается контрастная чувствительность в зависимости от стадии глоукомы. То есть это уже само по себе является глоукома сама по себе она снижает контрастную чувствительность у наших пациентов. И проводились исследования зарубежных авторов, в частности вот группа ученых из Южной Кореи было продемонстрировано, что имплантация мультифокальных интерокулярных линз приводит к снижению контрастной чувствительности на всех пространственных частотах в сравнении с имплантацией монофокусной линзы. То есть мы имеем и так сниженную контрастную чувствительность, а эти линзы еще больше нам ее снижают. Группа авторов из Польши проводилось также исследование, в котором сравнивалась контрастная чувствительность у пациентов с мультифокальной линзой и линзой с увеличенной глубиной фокуса в различных условиях, условиях сумерных, условиях яркой освещенности. И в общем-то было выявлено, что контрастная чувствительность в атопических условиях вот на первом графике была почти одинаковой и у линз мультифокальных и у линз с увеличенной глубиной фокуса. Если говорить об условиях мезопии, вот группа с линзой с увеличенной глубиной фокуса, она продемонстрировала значительно лучше условия. То есть в сумерках эти линзы работали лучше, чем линзы мультифокальные. А вот контрастная чувствительность вблизи была лучше у пациентов, у которых была импрантирована мультифокальная линза. Вот еще один такой момент это светочувствительность сетчатки. Пациенты с глухомой зачастую имеют выраженные изменения и выраженные снижения светочувствительности сетчатки. И вот это проведенное исследование показывает, что показатели светочувствительности сетчатки у пациентов с линзой монофокальной. У линзы мультифокальной в этом смысле работали гораздо хуже, чем линзы с увеличенной глуманной фокус и монофокальной. То есть они позволяли лучше сохранить способность светочувствительности сетчатки, чем у пациентов с инфлантированной мультифокальной линзой. То есть это все мы говорим о глазах без изменения, без каких-то сопутствующих заболеваний. То есть заведомо мы имеем снижение светочувствительности сетчатки. Размер зрачка. Понятно, что у людей псевдоксфолиативным синдромом, у людей с закрытоугольной глоукомой. Это же пациенты с миозом относительным. Понятно, что мы никогда у них не добьемся такой экскурсии зрачка, как в нормальном глазу. И вот слабая фотореакция зрачка, например, при псевдоксфолиативном синдроме, либо после острого приступа глоукомы, когда имеется постприступный какой-то медряз. В общем-то, также ограничивают возможность применения мультифокальных линз в нашей практике. В данной публикации, которая приведена на этом слайде, группа авторов из Японии экспериментально демонстрирует то, что при децентрации мультифокальной линзы даже на миллиметр возникают значительные трудности при чтении вблизи. То есть линза не работает, когда небольшое даже смещение. А сейчас сплошь и рядом, после факоэмерсификации, мы наблюдаем децентрацию капсульного мешка вместе с линзой. Впервые идею об увеличении глубины фокуса опубликовали японские авторы, которые наблюдали аккумуляционный эффект у 2-диоптрии у пациента с имплантацией монофокальной линзы. Было высказано предположение о том, что есть какая-то корреляция между аккумуляционным эффектом и глубиной резкости. Вот этот тип линз, он лишен перекрытия ближних и дальних изображений, наблюдаемых при имплантации мультифокальных линз. И тем самым снижается этот галлоэффект. Также нет влияния ширины зрачка на зрительные функции. Лучшие показатели контрастной чувствительности по сравнению с мультифокальными линзами, также в общем-то склоняют нас к выбору подобных линз, к возможности выбора подобных линз для имплантации у пациентов с глаукомой. Вот и целью нашей работы, которая сейчас проводится в нашей клинике, мы начали уже с конца как раз прошлого года, в течение года мы имплантируем линзы с увеличенной глубиной фокуса, иногда их еще называют расширенной глубиной фокуса, пациентам с глаукомой различных стадий. И цель была оценить вообще, насколько эти линзы работают, и в общем-то дать возможность нашим пациентам, конечно, видеть хорошо. На сегодняшний день прооперировано 23 пациента, 32 глаза, которым была имплантирована интерокулярная линза Лентис Комфорт. Из них 14 женщин, 9 мужчин. У 12 пациентов это была имплантация в один глаз, то есть монолатеральная. У 10 пациентов линза имплантирована в оба глаза. Возраст пациентов от 48 до 81 года, при этом 23 глаза имели закрытую угольную форму глаукомы, 9 глаз это открытая угольная форма. При этом начальная стадия глаукомы наблюдалась в 26 глазах, развитых в 4 и далеко зашедших в 2. Сроки наблюдения на сегодняшний день, но здесь старые, но я говорю, самые первые больные, которые мы поставили это год назад, в декабре прошлого года мы имплантировали. Что за линза? Линза основана на принципе рационной асимметрии, зона адседации в нижней половине, в полторы диоптере, за счет чего часть проходящих лучей, она фокусируется в точке перед сетчаткой, в то время как остальные лучи в зоне фовия с минимальной световой потерей. Но здесь очень хорошо видно, что вот это вот красным обозначена как раз зона адседации в нижней половине. Вот оптический дизайн этой линзы как раз обеспечивает высокую контрастную чувствительность и способствует, ну, не просто более быстро, а вообще нет периода нейроадаптации, скажем так, у этих больных. Они на следующий день все хорошо видят. Вот. И никаких аберраций, никаких светодиодов, бликов у этих пациентов не наблюдаются. Линза чем хороша, даже небольшой поворот ее, если она не совсем вертикально имплантирована, это не мешает пациентам видеть хорошо вдаль, вблизи. Она вообще никак не влияет. Небольшой поворот ее, то есть нет необходимости идеально там ноль градусов соблюдать вот эту вертикальную ось. Даже чуть-чуть не работает она тогда, когда достаточно сильно вот эта зона адседации смещена к виску. Ну, это понятно, потому что, когда мы читаем, мы сводим глазки к носу, и получается, что у нас зона адседации не попадает в наше поле зрения. Прошу прощения. Была проведена компьютерная периметрия этим пациентам, проводилось исследование оценки контрастной чувствительности. У 30 пациентов давление было скомпенсировано медикаментозно до операции. В двух предварительно была выполнена антиглоконная операция. Экстракция катаракта выполнялась в плановом порядке. Ну, это прибор, на котором контрастная чувствительность проверяется. В шести глазах была выполнена обычная стандартная факомальсификация. В остальных случаях была проведена комбинированное вмешательство. В 20 глазах это при закрытом угольной форме глухом проводилась реконструкция около передней камеры с факомальсификацией и стробиопултами в некоторых случаях. В шести глазах проведена лазерная активация, когда в первом этапе проводилось лазерное воздействие на тробиокулу. После этапа факомальсификации, после этапа лазерной активации у некоторых больных была имплантирована линза линзискомфорт. Некоторым пациентам с закрытым углом с развитой стадией глухомы проводилась еще и тробиопултамия, то есть очистка, освобождение зоны доступа, снижение ретенции на уровне тробиопул. В послеоперационном периоде практически ни у кого не было проблем. Острота зрения улучшилась сразу. Она измерялась на следующий день после операции в разные периоды после того, как больные приезжали к нам. В течение послеоперационного периода было реактивным. В общем, это практически пациенты не жаловались. Если посмотреть на этот... Нету линейки, да? Указка. Указка. Есть ли там где-то? А мышка, да? На экране. Хорошо, спасибо. И если посмотреть на экран, мы видим, что до операции максимально коррегируемая острота зрения была 0,6-0,7, с коррекцией для зрения вблизи до 0,6, до плюс 6, то в послеоперационном периоде, первый день после операции, острота зрения вдаль увеличилась сразу. И в среднем до до 6-й строчки пациенты читали на расстоянии 40 сантиметров. Это очень хорошо. Я говорю, практически ни у кого не было процесса. Периода нейроадаптации пациенты не нуждались в никакой дополнительной очковой коррекции. Давление у всех пациентов было нормальным. И если говорить о светочувствительности сетчатки, то практически у всех пациентов она повысилась. возникает резонный вопрос за счет чего? Конечно же, и за счет того, что была удалена катаракта у многих пациентов. Но мы же тема не в том, что доказать, что за счет чего улучшается. Главное, чтобы не было хуже, потому что мультифокальные линзы ведут к снижению светочувствительности. А наша линза работает так, что еще и улучшается. То же самое мы можем сказать и о контрастной чувствительности. Практически у всех пациентов наблюдалось повышение контрастной чувствительности для всех размеров меток. Таким образом, конечно, вот эта линза она очень хорошо себя показала именно при имплантации у данной группы пациентов. Нету периода нейроадаптации, нет симптомов ГЛРГ, вот эти вот. Скажу честно, была одна пациентка, она не наша, не чувашская, она из Тольятти. она жаловалась, но у нее не было глоукомы, ей была эта линза поставлена, имплантирована по поводу обычной катаракты. Вот это единственная пациентка, женщина, ну, немножечко, видимо, с эмоциональным таким настроем, она жаловалась, что у нее есть блики при вождении машины в вечернее время. Вот. Это было единственное из всех, эти линзы ставятся сейчас не только у таких больных, и при обычной катаракте. Эти пациенты не жалуются. Может, у кого-то есть, вы же их наблюдаете, наш пациент, может, кто-то жаловался, расскажите нам, чтобы мы, в общем-то, это тоже учитывали. Таким образом, вы можете своим пациентам рекомендовать имплантацию подобной линзы. Это, что касается восстановления прозрачности сред и дальнейшей эмбилитации. Третья шага, к которому мы обязательно должны, в общем-то, приступить у наших больных. Достигая компенсации антроглазного давления хирургическим путем, мы, в общем-то, не всегда достигаем стабилизации глоукомного процесса. Так, по данным ряда крупных клинических исследований, было продемонстрировано, что, несмотря на успешную нормализацию глазного давления, у ряда пациентов отмечается прогрессирование оптика нейропатии. И, в общем-то, в связи с этим, конечно, становится очень актуальной темой. Это как раз то, чем мы должны постоянно заниматься. Это реабилитация пациентов после хирургического лечения глоукомы. Вот в клинических рекомендациях, в новых федеральных клинических рекомендациях по первичной открытой угольной глоукомы в разделе реабилитация пациентов после хирургического лечения указано, конечно, то, что после выполнения хирургического вмешательства пациент должен проходить наблюдаться у врача в течение месяца, то есть после хирургии. А вообще он должен наблюдаться постоянно и при необходимости пациенту должны быть предложены те или иные способы коррекции. К клиническим рекомендациям мы еще вернемся, а пока напомню только о том, что в основе патогенеза глаукома лежит гибель ганглиозных клеток сетчатки, их аксонов или нейронов ганглиозных клеток сетчатки. И понятно, что основной проблемой, основным путем, основным направлением для коррекции подобных нарушений является как раз нейропротекция. Это то, что длительное время вообще не признавалось никакими зарубежными авторами, это что не признавалось вообще никем и только в практическом руководстве глаукомия в России нейропротекция, она рекомендовалась именно с момента установки диагноза у наших больных. Она должна, и понятно, что она должна эффективна только при условии достижения давления цели, если давление не стабилизировано, нейропротекция работать не будет. И почему вообще это возможно? Какая анатомическая основа, какая анатомическая база для того, чтобы провести вообще, для того, чтобы это лечение можно было проводить? Наряду с тем, что аксоны сетчатки могут быть погибшими, могут быть аксоны, которые находятся в острове стрессовое фазе, они тоже погибнут. Есть аксоны, в которых есть дистрофические изменения, но которые могут быть еще спасены. И в общем-то наше лечение, оно направлено как раз на эту группу, на сохранение целостности именно этой группы аксонов. Целый ряд требований существует к нейропротекции. Мы, собственно, про них многократно говорили, но все-таки, наверное, повторюсь, должна быть точка приложения. То есть это должен быть аксон, дистрофически измененный, то есть что-то должно быть, на что мы можем повлиять. Там, где инсерта ноль, мы, понятно, что ничего сделать с вами не сможем. Но там, где есть зрение, есть возможность как-то повлиять на те аксоны, которые нам обеспечивают хотя бы остаточное зрение, то тут работать, конечно, надо. Вот, и понятно, что препараты, которые мы применяем для лечения наших больниц, они должны иметь точки приложения к сетчатке, точки приложения в сосудистом росле. И препарат должен воздействовать и достигать этих рецепторов. И таким образом эффективность этого препарата, конечно, должна быть доказана в рамках клинических исследований. Не буду долго останавливаться на огромном таком патологическом круге множестве взаимосвязанных друг с другом патологических механизмов, которые воздействуют и приводят к развитию вот этого апоптоза, острого стресса, в результате которого гибнут клетки. Однако знание вот этих вот звенья основных, это то, что оксидативные стрессы испытывают клетки, в результате нарушения кровообращения, которое приводит к ишемии, приводит к нейровоспалению. Все это, конечно, механизмы, на которые воздействует нейропротекторная терапия. Нейропротекторы. Все хорошо знаем, что бывает прямого и непрямого действия. Прямые – это те, которые непосредственно воздействуют на ткани сетчатки и зрительного нерва. Непрямые – это те, которые действуют опосредованно через улучшение кровообращения, через улучшение оксигенации тканей, те, которые улучшают реологические свойства крови, снизают ангиоспазм и так далее. Мы это все с вами очень хорошо знаем. Знаем основные группы препаратов, на которые мы можем рассчитывать в нашей клинической практике. Это большая группа антиоксидантов, одним из которых, конечно, является витамин Е и КНЗ-КУ, АЛФ-КУ-10. В общем-то, эти кислоты, они повышают устойчивость сетчатки к кислительному стрессу, снижают уровень глутамата и так далее, и так далее. То есть это большая группа витаминов. Из доступных нам антиоксидантов огромное, в общем-то, значение играет такой хорошо известный старый препарат, как мексипин, левексипин, который в настоящее время широкое применение в клинической практике имеет. Он огромным количеством различных действий обладает. В общем-то, подробно останавливаться не буду. Применение его, в общем-то, оправдано как раз с нейропротекторной целью и возможно. Еще одна группа препаратов – это антагонисты НМД-рецепторов, которые воздействуют на один из основных механизмов гибели клеток. Это на механизмах с айтитоксичности. И как раз вот эта группа препаратов, она рекомендуется при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Мы все знаем, что некоторые доктора считают, что глоуком – это такое же нейродегенеративное заболевание, так как поражается одна группа клеток. Механизм примерно одинаковый. Развитие заболеваний, так же, как и приведенных выше примеров. И вот в связи с этим огромная надежда возлагалась на такой препарат, как мемантин, который и ветра оказывал свое положительное влияние на клетки, сетчатки. Однако, в общем-то, клинические какие-то исследования не выявили значительных преимуществ этого препарата при лечении болезней. В общем-то, больше было осложнений, чем улучшений. Поиски идут этих препаратов. То, что мы можем с вами применять, то, что мы с вами применяем, уже не первый год. И в клинических исследованиях доказана эффективность этих препаратов. Это пептидные биорегуляторы. Биорегулирующую терапию от других современных методов лечения, конечно, отличает то, что они подгенетически, так они специфически ориентированы. И, в общем-то, происходит при их применении нормализация именно того органа, из которого выделены эти полипептиды. Ретиноламин. Вот здесь приводится исследование наших отечественных авторов по поводу ретиноламина. И, в общем-то, выяснилось, что в результате исследований, в котором принимали участие, вот огромное количество, как вы видите здесь на снимочке, это различные авторы, целый ряд наших советских авторов принимал участие в этом исследовании. Было выявлено, что при, независимо от стадии глоукомы, ретиноламин оказывал положительное воздействие на сетчатку. Было выявлено достоверное расширение поля зрения у всех пациентов на всех стадиях. Участие больных исчезли абсолютно из котомы. Участие больных абсолютно из котомы перешли в относительное. То есть практически во всех случаях ретиноламин оказывал положительное воздействие на сетчатку, что было подтверждено и анатомически. У всех пациентов наблюдалось увеличение перепреплярной толщины свой нервных волокон, что в общем-то говорит о том, что препарат работает и работает хорошо. И в общем-то то, что ретиноламин восстанавливает сетчатку глаза благодаря своему комплексному такому воздействию, в общем-то это доказано многочисленными исследованиями, проведенными российскими авторами. Ну и в исследовании, которое проводилось в инвитро, тоже было доказано, что когда к культуре клеток сетчатки был добавлен один глутамат, то есть это тот пусковой момент, который влияет на гибель клеток сетчатки, в другую культуру клеток был добавлен глутамат вместе с ретиноламином. И вот выживаемость клеток в той культуре, где был добавлен ретиноламин, составила до 50% выше, чем там, где этого препарата не было. И поэтому, в общем-то, для нас, наверное, сейчас уже не стоит такого большого вопроса, почему ретиноламин, потому что он работает, потому что он не вызывает практически побочных действий, обладает тропностью непосредственно к тканям сетчатки и имеет выверенную, опробованную дозировку. И курсовое лечение, оно помогает поддержать и сохранить зрение у нашей категории пациентов. Показания, кстати, это не только глухома, вы знаете, что это и при других болезнях, заболеваниях сетчатки тоже работает. И применение этого препарата эффективно, конечно, на всех стадиях, но и начинать надо сразу, как вы уже выявлено, заболевание. При использовании его однократно, конечно, курсы эффект не такой положительный, поэтому курсы желательно повторять несколько раз в день. И то, что нравится нашим пациентам, возможность его применения внутримышечно, эффективность при этом не страдает, наряду с парбульбарными инъекциями. Ну вот, как я говорила уже, что я вернусь к клиническим рекомендациям. По клинических рекомендациях, которые вышли в этом году, рекомендуется назначение лекарственных препаратов нейропротекторного действия, в частности ретинамина, пациент с первичной открытоугольной глоукомой. Уровень убедительности, достоверности и доказательств достаточно высокий. Нельзя забывать о той возможности, которую мы имеем, и механической. То есть мы можем проводить термотерапию зрительного нерва. Это тоже в механизме действия лежит биостимулирующий эффект низких мощностей, локальное повышение температуры в области диска зрительного нерва. Проводить тоже надо курсами. Пациентам очень нравится, они очень любят эту процедуру. Но нельзя забывать, конечно, о психологическом состоянии наших пациентов, потому что мы в курсе, что одна только постановка диагноза глоукомы, заболевание, которое неизлечимо, приводит к немалимой слепоте, в случае отсутствия лечения. Конечно, это для пациентов негативное, очень негативное. Для кого-то это критичное достаточно заявление. И поэтому основной акцент в беседе, в работе с пациентом мы делаем на том, что зрение можно сохранить, что надо вести обычный образ жизни, активный. И чем позитивнее настроен человек, так и работы уже есть, тем болезнь у него протекает легче и лучше поддается стабилизации глоукомных процессов. И с наступающим Новым годом всех! Спасибо за внимание. Дорогие коллеги, спасибо большое Надежде Юрьевне за то, что она в очередной раз. Это в качестве подтверждения, так сказать, получения диплома лучшего офтальмолога. Орабатывали, да, это правильно. Но на самом деле, спасибо большое. Я хотела немножко рассказать о ситуации с возможностью лечения у нас в МНТК, чтобы вы владели ситуацией и если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задайте. Значит, на данный момент у нас квоты по ОМС закончились, но по федеральным квотам. Для местных пациентов, если они подлежат, например, если можно их пролечить по квоте Тирфонда, то это возможно. Вот, значит, есть определенные виды заболеваний, которые требуют круглосуточного стационара. Тирфонд нам круглосуточный стационар не дает. Поэтому то, что можно сделать в амбулаторном режиме и в дневном стационаре, мы по Тирфонду можем сделать. Если это какое-то заболевание более сложное, требующее круглосуточного стационара, значит, мы с вами ждем следующего года, когда у нас будут федеральные квоты. Это первое. Второе. У нас появился материал. Мы начали делать пересадки, вы, наверное, знаете. Вот. И, значит... А? Да, пересадки роговиц, я имею в виду. Поэтому, наконец-то у нас немножко, наверное, пойдут подвижки, но не так быстро, как практически два года не делали. То есть накопилось какое-то огромное, невероятное количество пациентов у нас. Хотя мы всем писали письма о том, что у нас не было материала, и просили их перейти в какую-нибудь другую клинику, чтобы где-то еще прооперироваться. Но у нас пациенты, вместо того, чтобы пойти в другую клинику, стали писать жалобы во всей инстанции. Значит, они решили, что это будет более действенная мера. На самом деле, конечно, люди не понимают вообще, что происходит. На эту ситуацию мы, конечно, повлиять не можем. Но вот ситуация потихонечку будет разворачиваться, но очередь у нас больше двух лет, чтобы понимать. То есть если сейчас придет новый пациент, мы его поставим в лист ожидания, и это будет два-два с половиной года. Вот на данный момент, потому что... ПВМП у нас в год где-то нам дают до 300 квот. Ну, давали на пересадке. То есть вы понимаете, да, что если пациент хочет прооперироваться бесплатно, то, соответственно, он будет ждать свои квоты. Вот это еще больше удлиняет эту очередь. Платно мало кто соглашается оперироваться. Поэтому, в общем, это какая-то бесконечная история, и никогда они не закончатся. Мы всем предлагаем поехать в другие города. Никто не хочет. Не знаем, что с этим делать. Поэтому если у вас такие пациенты есть, вы можете предложить им, чтобы не стоять в этой гигантской очереди. Мы предлагаем поехать в любой другой город. Это же вообще никакой привязки к нам нет. Человек может спокойно прооперироваться. Потому что мы знаем, что в некоторых клиниках вообще нет очередей. Или там очередь там. В Казани. А ради бога, пусть все едут в Казани. Как мы будем счастливы? Не передайте. А? Мы допустим, вот, пожалуйста. Но я не слышала, что там делали. Может быть, индивидуально что-то как-то они делают. Я не знаю. Не могу сказать. Ну, не могу сказать. А, ну вот, клиника Ращевского делает. А, ну вот, клиника Ращевского делает. А, ну, я не могу сказать. Этой информацией я не владею. Но у нас был перечень государственных клиник. Мы все эти перечни разослали нашим пациентам. Они, в принципе, все эти перечни имеют, где можно сделать эту операцию. Но, там, проталкивать кого-то вперед мы не можем. Потому что, ну, кто-то более, так сказать, ну, может растолкать всех и пройти вперед. А кто-то не может. Но это не значит, что мы ко всем относимся одинаково хорошо. Поэтому мы никого вперед не проталкиваем. Вот они как записаны, так они будут стоять в своей очереди, в своем листе ожиданий. Поэтому, когда там начинается, а вот, пожалуйста, сделайте. Значит, мы можем сделать, но на платной основе. Мы можем сделать быстро. Связано это с тем, что для платных операций мы покупаем отдельно материал Айлабовский. Он дорогой. Он очень дорогой. Поэтому бесплатно мы эти операции не делаем. Вот с этим платным материалом. Ну, в смысле, вот с дорогим, который из Москвы. Вот. Это что касается пересадок. Значит, по всем остальным операциям. Мы по федеральным квотам начнем работать буквально с 9 января. Чтобы вы понимали, требования федерального фонда ко всем федеральным организациям таково, что где-то 70-80% всех операций, которые мы делаем, должны быть высокотехнологичны. Это четвертый, пятый, шестой уровень. Поэтому ты, региумы, там, всякие, и всякие вот такие вот мелкие операции мы по федеральным квотам делать не можем. Мы можем делать только по терфондовским вот этим вот квотам, пожалуйста. Но федеральные квоты на это мы не имеем права тратить. Только на дорогие сложные операции. Наша задача, они сюда прислать, а вы тут решаете. Ну да, 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 да. Вот. Значит, по МЕЖТЕР мы не работаем ни с одним регионом. Нам несколько не оплатили регионов. Поэтому мы категорически не принимаем по обычным квотам, ни федеральным, ни с каких регионов. Мы с других регионов только по федеральным квотам, либо платно. Значит, для своих, для местных у нас вот сложные операции мы проводим через федеральный фонд. А там первый, второй, третий уровень, пожалуйста, мы можем сделать через территориальный фонд, либо на платной основе. Так, что еще вам сказать по поводу лечения в грязелечебнице? Вы знаете, что у нас там, это место стало пользоваться популярностью. Вот и... Ой, Дима, пора вставать. Ну что такое? Поэтому, конечно, мы лечим, и мы рады, что туда люди пошли, потому что сначала было сомнение, стоит ли там это все делать. Мы очень хорошо оснастили, вы знаете, да, вы, наверное, видели. Поэтому, конечно, и вот этот комплексный подход очень хороший, и возможность, особенно приезжие иногда берут путевки вообще в грязелечебницу, и лечатся в грязелечебнице, и заодно лечат глаза очень хорошо. Потом наши пациенты имеют возможность там и массаж делать, и в бассейн сходить, особенно дети, это тоже имеет значение. Но они там, в основном местные, конечно, по ОМС лечатся. Они довольны? Да, они довольны, да. Значит, и там мы, конечно, лечили в основном, вернее, мы там лечили и взрослых, и детей. Но это вот для старта, чтобы начать. Аппаратное лечение детям без вопросов. Мы будем продолжать. Но со взрослыми мы посчитали, посчитали себестоимость, послезились. А оказалось, что то, что нам оплачивает территориальный фонд за этих пациентов, это меньше половины стоимости. Даже если мы ничего, там никакую прибыль себе вообще не закладываем. Даже себестоимость, меньше себестоимости в два раза. Это лечение для взрослых. Имеется в виду с препаратами. Хотя там выбирали такие недорогие препараты. И курс лечения по длительности небольшой. Но это совершенно противоречит здравому смыслу, такое лечение. Поэтому мы цену, мы бесплатно, скорее всего, откажемся. Мы напишем письмо в территориальный фонд. Если они нам хотя бы до себестоимости не смогут поднять вот эту цену, то мы не будем брать взрослых на консервативное лечение. Имейте в виду бесплатно. На платной только основе. При том, что мы для себя вообще там ни копейки не закладываем. Но вот мы как-то посчитали сначала, взяли просто. И так уж сократили, как возможно. Но даже при сокращении полном. Но профанацией заниматься мы тоже не хотим. Назначить какой-нибудь Мексипин и лечить его ради того, чтобы получить квоту. Этого мы тоже делать не будем. Поэтому либо это будет полноценное лечение, либо это будет только на платной основе. Поэтому будем в основном детьми заниматься. Дети – это АПЛ. То есть лекарства на них не тратятся. Соответственно, значит, ну, конечно, тратится там много силы и энергии со стороны персонала. И там какое-то минимальное лечение они все равно дополнительно получают. И там для электрофорезов, для всего. Но тем не менее, ну, хотя бы там не в большом минусе. Поэтому мы хотим работать с территориальным фондом, но квоты не покрывают абсолютно ничего. ТТТ не входит в перечень, который имеется для лечения ПАУМС. ПАУМС мы можем лечить только то, что входит в перечень. Если вы посмотрите вот эти огромные перечни операций, видов лечения, никакого ТТТ там не присутствует. Вот. Поначалу мы этим, это мы делали, потому что, ну, я не знаю, как-то упустили из виду, но поскольку уже много лет это делали мы, нам сделали замечание. Вы знаете, что эту методику предложил впервые иркутский филиал. Иркутский филиал, мы обратились к иркутянам, что, а как же вы? Мы вот лечили-лечили, оказалось, что не имеем права. Они говорят, мы никогда не лечили ПАУМС. Это всегда была платная процедура. Очень хороший эффект. Абсолютно с вами согласна. Но лечение вообще недорогое. Там 3 тысячи вполне могут люди заплатить. Да. Значит, платно, на платной основе закопеечные вот эти вот... Я иногда удивляюсь людям, что там готовы потратить на какие-то приобретения для себя, но не готовы потратить на лечение. Но я считаю, что 3 тысячи уж точно можно заплатить. Если это, конечно, помогает. Но делать, проводить такое лечение, которое не входит в перечень ОМС, мы тоже не можем. Мы законы нарушать в этом смысле тоже не будем. Вот. Что еще сказать вам? У нас лечение по ОМС начинается прямо с 9 января. Мы ничего не ждем. Поэтому, если у вас такие пациенты есть, пожалуйста, мы готовы. Кроме того, хочу предупредить о том, что со 2 по 6 января мы тоже работаем, но мы работаем не в полном объеме. У нас работает рефракционно-лазерное отделение. Особенно это актуально для тех, кто хочет исправить близорукость, дальнозоркость. Вот для этих людей. И также вы знаете, что у нас есть ВИП-диагностика. Вы вообще в курсе, что у нас такая диагностика есть? Нет, нет. Значит, смотрите, у нас есть ВИП-диагностика. Что это такое? У нас есть отдельный кабинет, где вот человек приходит, и с ним занимается отдельный регистратор, отдельная медсестра и отдельный врач. Больше там никого нет. Записывают одного человека в час. Там полный набор приборов. Все условия созданы. Есть диванчик, там, если капельки тебе закапали, надо 20 минут посидеть. Чай, кофе, телевизор, все, что хотите. Значит, вот такая услуга есть. Эта услуга, в принципе, востребована среди состоятельных людей, которые не хотят стоять в очередях, которые хотят, чтобы с ними вот так вот индивидуально поработали. Если, например, такому пациенту нужна какая-то дополнительная консультация, то не пациента посылают куда-то на консультацию в кабинет, а приглашают непосредственно в этот кабинет любого консультанта. То есть нужно там Надежду Юрьевну пригласить, значит, пригласят Надежду Юрьевну. Еще кого-то нужно позвать, значит, позовут. На самом деле вот эта услуга была очень востребована, особенно летом. Там вообще невозможно было даже на нее записаться. Она в два раза дороже, чем стандартная диагностика. 6, 6, 6, 6 900, да? 7, 7. Ну, 7, около 7 тысяч, да. 990, там тоже по записи, да? Да, 7 тысяч. Там по записи. Надо говорить на вид. Вы говорите, пожалуйста, чтобы люди знали, потому что есть... Я просто, значит, знаю, что, например, некоторые к нам не шли, такие люди, которые могут себе это позволить. И когда спрашивали в разговорах, они говорили, что к вам невозможно, у вас там столько людей. И в очередях люди проводят по 3-4 часа. Ну, в смысле, в целом, вся диагностика у нас занимает столько времени. Но хочу вам сказать, что вот недавно мы тут обсуждали эту проблему. Оказалось, что в клинике Мурфилда, это в Великобритании, в Лондоне, висит объявление, значит, предупреждающий, что у нас доктор был год назад. А до этого он был год или два назад, до того посещения. И говорит, сначала было объявление, что время ожидания приема и время диагностики занимает 4 часа, а теперь, говорит, объявление 4-6 часов, а теперь, говорит, объявление висит 6-8 часов. Поэтому я успокоилась, я поняла, что мы вполне даже лучше, чем в Лондоне работаем. Вот, поэтому... Но это связано с тем, что вы же знаете, что у нас неформальный подход ко всем пациентам, что у нас каждого пациента смотрит внимательно, очень хорошая диагностика, тщательная такая, и очень много дополнительных методов исследования. МРТ-орбиты? МРТ-орбиты? Нет, конечно. МРТ-орбиты – это только обычная, конечно. Да, да, это обычная томографа. Нет, нет, это нет. Вот, поэтому, если пациент к нам идет, вы его, пожалуйста, сразу настраивайте, что там долго, часа 4 точно проведете. И еще скажите 4-4, ну, 3-4 скажите. А если он проведет 2 часа, он будет просто счастлив. А если вы ему скажете, что за 2 часа вы справитесь, а уже пошел третий час, он говорит, а мне сказали, что за 2 часа я закончу, а уже 2 часа 20 минут, а я еще не закончу, с таких вот, с такими пациентами сложно разговаривать. А если вы ему скажете, что 4 часа, а он проведет на полчаса меньше, он будет счастлив. Он уложился в более короткий промежуток времени, чем вы ему сказали. Поэтому очень важно правильно настроить пациента. Вы им просто... А? Надеюсь, оно лучше рассчитывается. Ну, типа того, да. Вот, поэтому пациенты сейчас стали очень, ну, я не знаю, очень много жалобщиков. Я не знаю, как в РКОБе. Жалобщиков жалуются буквально на все. Буквально. Причем письма пишут вером. Вот так вот мы видим иногда письма. Значит, там, перечень из 10 организаций. Потом они все это вером рассылают. Потом каждая из этих 10 организаций, значит, пишет нам. Значит, мы каждой организации отвечаем. А потом они же еще по подчиненности. Каждый отчитывается перед там. И один человек, он порождает гора, порождает мышь, да? Получается, ну, фактически так. И жалобы пишут. Надо, не надо. Очень много жалоб. Очень много необоснованных жалоб. Очень много. И сейчас вот я была на конференции на Минздравовской. Значит, там говорят, что обоснованных жалоб по стране не более 17%. Все остальное, представляете, 83% необоснованных жалоб. Поэтому вот так. Я не знаю, что с людьми случилось. Ну, просто раньше такого, конечно, не было. Раньше можно было спокойно разговаривать с пациентом, доброжелательно. А теперь, даже если вот сегодня я разговаривала, даже если они со мной соглашаются, говорят, да, да, причем так спокойно. Да, хорошо, конечно. И при этом вот у меня лежит ее жалоба. Значит, она со мной совсем согласна. Хорошо, хорошо. Но жалобу я уже написал. Ну, поэтому вот так. Поэтому, пожалуйста, когда к нам направляется, самое главное, наша просьба к вам, говорите, что не меньше 4 часов. Да. Да, 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 да. Какие слова? Да, есть методические рекомендации, что можно произносить, что нельзя, что не рекомендовано. Нужно всем изучить эти методические рекомендации. Да, я тоже в интернете об этом прочитала. Да, в общество скиньте, пожалуйста. Есть ли сами методические рекомендации, потому что есть, я видела ссылку, просто об этом пишут, но не сами. Нет, вы сразу в час закиньте в общество в нашем. Есть еще какие-то наболевшие вопросы, проблемы? Вот иногда из вашей клиники приходят пациенты с двумя документами. Один, в котором написано, возможно, оперативный лечения по ОБС, и рядом другой документ, что значит по СМП или там другой. Уже готовы, почти заполнены. Если нужно писать только название, а если наши, например, да, фамилия лечения врача, и, соответственно, печати. Вот, который из этих документов считается основным, какой направлении давать? ОБА или ОБА? У моей, да, иногда такой направлении, одна требуется квот направлителя, а иногда идет прям готовая. Значит, смотрите, если... Но зачастую мы пока не... Может быть, заранее не можем сказать, по какой квоте мы будем оформлять, либо через территориальный фонд. Ну, если вам не сложно. Значит, либо мы вот эти вот 57-ю форму просим только для территориального фонда. На самом деле нам нужно. Для федерального фонда мы можем работать без всяких направлений. Есть еще вопросы? Спасибо вам большое. Тогда, в общем, с наступающим Новым годом всех. И если у вас есть пациенты, на Новый год, вот со 2 по 6, присылайте либо на ВИП-диагностику, либо на рефракционно-лазерные операции. Хорошо? До свидания. Так, и всем тогда до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok